Здравствуйте дорогие друзья, любители компьютерных хитростей. Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Иван. И сегодня я хочу вам рассказать о секретах работы с закладками в браузерах, которые позволяют работать с ними эффективно, быстро и удобно. Поехали! Итак, вот на свой компьютер я понаставил кучу разных браузеров. Есть среди них наиболее популярные, есть не очень популярные. Но давайте начнем с хрома. О чем, собственно, я говорю? Вот запустим хром. Если мы заходим на какой-то сайт и хотим, чтобы он у нас оказался в закладках, то есть, чтобы к нему можно было вернуться. Речь сейчас не вот об этих вкладочках, да, вкладки и закладки, похожее слово, но именно о закладках, то есть о фаворитах и феворитах еще, как говорят. Вот мы могли бы добавить этот сайт в закладки, нажав вот здесь вот, закладки, добавить страницу в закладки. И она бы там где-то у нас добавилась. Но это не очень удобно, потому что искать ее потом довольно сложно. Я хочу вам показать простой способ, при котором закладки становятся кнопочками, по которым можно щелкать мышкой однократно. То есть, мы, когда кнопку щелкаем, это один щелчок, а если какой-то значок, иконку, то два. О чем я говорю, сейчас покажу. Смотрите, нажимаем сюда и нажимаем здесь, закладки, показывать панель закладок. Появляется вот эта вот панель, да, вот с кнопкой сервиса здесь. Если я хочу добавить сайт в закладки, я просто беру иконку этого сайта, вот замочек, да, и перетаскиваю на эту панель. Вот появилась кнопочка. Давайте, например, мы зайдем сейчас на Яндекс. Вот он, Яндекс главной страницы. Вот этот Яндекс сайт, я его раз сюда перетягиваю, и он тоже здесь остался как кнопочка. Например, я хочу зайти на ВКонтакте, и беру, и сюда тоже перетащил. Может быть, у меня есть почта Gmail какая-то, да? Gmail почта. Вот она, рабочая почта. Он предлагает там в нее как-то зайти. Как, в общем, перетащить сюда. Так вот, удобно ведь, да, когда кнопочки так расположены. И что самое интересное, можно их тут менять. То есть, если вам кажется, что это название очень длинным, вы можете зайти, нажать «Изменить» и сократить это имя. Например, да, вот нажимаем «Изменить» и меняем это название на просто ВКонтакте. Уже удобно. Вот, например, вот это вот изменим. Например, назовем просто Google, дадим такое имя. Итак, вот так получились вот эти вот интересные кнопочки. Но что еще интересно, если у вас этих вот кнопочек, закладочек становится очень много, то можно их организовывать в папке. Правой кнопкой щелкаем. Выбираем «Добавить папку». Напишем здесь, например, «Соцсети». И вот в эту папку я могу перетащить свои соцсети ВКонтакте. Пусть Яндекс будет тоже соцсетью Яндекс. Потом я, например, если я на Facebook заходил, хочу его добавить сюда, Facebook. Сразу тяну на эту папочку. И внутри у меня есть Facebook. Как переименовать? Мы тоже уже знаем. Нажимаем правой кнопкой «Переименовать», «Изменить». Оставляем только слово «Фейсбук». Вот как удобно получается, что в папочке одним щелчком мы щелкаем на папку, а дальше на какой-то нужный нам сайт. И мы попадаем на этот сайт. Папки вот эти вот можно перемещать по панели. Так же, как и вот эти кнопки. Организовывать их так, как вам удобно. Например, мы можем создать новую папку. Давайте еще добавим еще одну папку. Назовем ее «Почта». Перетащили туда почту Mail.ru. Перетащили Google. Смотрите, какая красота. У нас есть красивые папочки, а в них есть выпадающие такие вот ссылки. Красиво? Красиво. Так, где включить и выключить эту панель? Нажимаем в Google три точки. Закладки. Показывать панель закладок. Вот я ее скрыл. Вот я ее показал. Вот. Посмотрим, какая у нас ситуация в других браузерах. Я считаю, что второй популярности браузер – это Internet Explorer. Запустим Internet Explorer. Где у него находится эта панель? Что-то я ее не вижу, но похоже, она вот уже включена. Видите, панель избранного она называется. Чтобы ее включить, нужно нажать правой кнопкой в свободном месте. Не на закладке, а вот в свободном месте. Видите, строка меню появляется и есть пункт «Панель избранного». И точно так же можно перетащить иконочку на панель избранного. Вот она здесь появится. Точно так же можно добавить здесь папку. Только для этого нужно щелкнуть по самой иконке и сказать «Новая папка». Назвать ее, например, «Почта». И вот в нее потом перетащить иконочку «Mail.ru». У нас будет «Mail.ru». Вот я взял это «Mail.ru». Вот зашел на сайт сначала, потом взял «Mail.ru» и затащил в папочку «Почта». И вот когда вот это вот все у нас в папочках организовано, это очень удобно. Давайте переименуем. «Mail.ru». Оставим здесь только слово «Mail.ru». Отлично. Понятная задача, да? Вот это здесь находится в панели избранного. Включить или выключить. Посмотрим другой браузер. Третий по популярности, мне кажется, это «Edge». Сейчас это современный браузер. Где же у него здесь? Где у нас находится это в «Edge»? Нужно зайти в вот сюда вот «Избранное». Зайти вот сюда, три точки. Показать панель избранного «Всегда». То есть, видите, тут стоит только на новых вкладках. А если «Всегда» нажать, то вот она появилась. Вот здесь уже есть на панели тот самый значок «Microsoft Edge». И вот мы берем «Yandex» и сюда тащим. Видите? Мы берем «Mail.ru», тоже заходим в него. Сюда тащим. Точно так же можно «Изменить», «Переименовать». Точно так же можно нажать, сказать здесь. Добавить папку. Назвать ее «Почта». Ну, мы будем все одинаково делать, чтобы было понятно. И занести сюда вот эти вот наши иконочки. И точно так же будет красиво отображаться, очень удобно. Давайте посмотрим, какая ситуация у нас еще в «Фауэрфоксе» и в «Опере». И дальше я вам расскажу еще кое-что. Какой-то секрет будет, бонус в конце. Вот три точки. Закладки. Показать панель закладок. Вот она показалась. Давайте зашли в «Яндекс». Перетащили сюда, на панель «Яндекс». Можно ли создать папку? Пожалуйста, создать папку можно. Взяли и перетащили сюда. Точно так же, да? Очень логично. Посмотрим «Оперу» давайте. Не зря же я ее устанавливал. Итак, вот «Опера». Где это у нас находится? Сразу не понять. Правой кнопкой вроде ничего не щелкается. Есть три вот таких вот простая настройка точки. И здесь есть «Отобразить панель на закладок». Вот она отобразилась. Пока на ней ничего нет, но мы можем в нее затащить какой-то сайт. Вот он появился «Яндекс». Зайдем на какой-нибудь «Маркет». И вот мы тоже «Маркет». Вот сюда. Раз. Видите, лучше сразу переименовывать в короткие названия, чтобы было удобно. Ну и можем добавить папку. Назовем ее «Яндекс». Сохранить. И вот в эту папку «Яндекс» мы закинули вот эти два наших значка, иконки, закладки. Вот так вот удобно получится. Кстати, мы незаслуженно забыли «Яндекс.Браузер». Давайте в нем посмотрим, как это включается. Вот мы зашли на «Яндекс». Давайте прям зайдем на сайт. Зашли и хотим включить наши закладки. Где они тут? Включим три полосочки для настроек. Нажмем. «Закладки». Показывать. Панель закладок. Вот оно показалось. Мы берем сюда и тащим. Видите? А в «Яндексе» все так плохо работает, в общем-то. На эту панель ничего не тащится. То есть можно только вот нажать сюда. Оно добавилось в закладки. И здесь указать, что эту закладку разместить именно на панели закладок. И вот только тогда она здесь появилась. Видите? Давайте еще на примере другого сайта посмотрим. «Mail.ru». Вот я за замочек перетащить не могу, как в тех браузерах было. Вот этим «Яндекс» отличается в худшую сторону. То есть у него надо нажимать вот на эту вот иконку «Добавить закладки». И уже вот здесь выбирать, чтобы это была панель закладок. Вот видите? Все получилось. Дальше все работает так же, как во всех других. Можно изменить, переименовать. И дальше группировать здесь. Добавлять папки. Добавить папку, почта. И затаскивать сюда вот наши закладки. Вот. Чтобы получилось. Видите? У него даже здесь появляется стрелочка такая вниз, чтобы удобно было, чтобы понимать, что это выпадающее меню. Так, давайте оставим пока в покое Яндекс.Браузер. Я покажу вам, в чем фишка еще работы с закладками. В смысле синхронизации между разными компьютерами. Если вы этого не знаете, то будет полезно. Вот, например, у нас есть Google Chrome и какие-то вот здесь вот закладки мы добавляли, да, на панель. Но здесь можно залогиниться в Google Chrome со своей учетной записью Google. И если вы залогинены на других компьютерах и делали там какие-то закладки, то эта ситуация с закладками будет синхронизироваться между браузерами на разных компьютерах. Для этого нужно зайти в Google. Вот заходим сейчас. Вот этот этап, когда я захожу в свою учетную запись, и он спрашивает, включить ли синхронизацию? То есть синхронизируйте закладки, пароли, истории, другие данные на ваших устройствах. Google может быть истории, чтобы перезинвитировать и все такое. Ну, это как бы, да, какая история, не всем как бы, не всем она нравится, но в принципе ничего такого страшного нет. Вот я включаю синхронизацию и смотрим внимательно, что сейчас будет. Вот, видите, панель преобразилась в мою панель. То есть вот эта панель, это та, которую я использую на своих браузерах Google в других местах. Вот у меня, например, есть, да, закладки рассортированы по папкам. Вот они, мои закладки. Их тут много, и надо бы провести работу по их, так сказать, упорядочению. Но вот в закладке Personal у меня все как бы красиво сделано, в госуслуги тут и еще что-то там. В общем, это вот рабочая папка, это Dzen, это YouTube моей студии. В общем, очень классная тема, когда вы залогинились в свою учетную запись. Это можно увидеть в настройках, что ваша учетная запись, вот она, синхронизация, настроена. Таким же образом можно залогиниться и в браузере Яндекс в свою учетную запись. Давайте проверим. У меня там тоже настроены закладки. Синхронизация, настройки. Настройки синхронизации. Включить. Включить. Для того, чтобы настройки синхронизации включить, нужно зайти в Яндекс со своей учетной записью. Вот видите, при настройке синхронизации он спрашивает, что вы хотите синхронизировать. Закладки, табло, пароли, карты, расширение, бла-бла-бла. Можно оставить только что-то, что вам нужно. И уже, уже наверху, смотрите, подтянулась моя панель. Вот видите, подтянулась моя панель, та, которая у меня настроена в Яндекс браузере на другом компьютере. Ну, я на самом деле переношу закладки из Хрома в Яндекс. Это приходится делать вручную. Но вот сам факт того, что она перенастроена и вот так вот удобно выглядит. Вот эту вот синхронизацию можно выключить самостоятельно, зайдя в настройки браузера, настроить синхронизацию. Вот здесь вот сейчас видно, что здесь есть пользователь, некий Ванчес. Бонус, это я, у которого настроена синхронизация. Его можно удалить, тогда все эти настройки из браузера у вас удалятся. Ну, а теперь давайте небольшой бонус. Когда вот так вот много закладок, что делать? Что делать? Давайте посмотрим на примере Хрома. Что делать, чтобы с ними правильно поработать, оптимизировать их, порядочить? Где это делать? Так, давайте вот я подвину сюда. Это делается в закладке Диспетчер закладок. Такой диспетчер закладок есть во всех браузерах, в принципе. И вы можете его использовать, чтобы эти закладки правильно распределить. Например, вот смотрите, у меня есть, например, вот спорт МЕ, относится как у меня к спорту. И мне хотелось бы его там перенести в здоровье. Я беру его и здесь вот перетаскиваю. Все остальные папки тоже я мог бы здесь перераспределить. Какие-то ненужные закладки удалить, например. Здесь же можно переименовывать папки. Здесь же можно переименовывать закладки. И здесь видно, что все эти папочки у меня расположены в корневой папке панель закладок. Это та самая панель закладок, которая вот существует сверху. Это идентично этому. Если просто здесь вот неудобно управлять, да? Здесь можно тоже брать вот какую-то закладку и перетаскивать ее между папками. Так же, как и менять их порядок, да? Вот можно. Но в этом режиме это делать может быть удобнее. Перетаскивать их, либо перетаскивать между папками. Такая вот тема. Давайте еще в Яндексе посмотрим. Здесь такая же система. Вот она. Закладки. Диспетчер закладок. Фактически полный повтор того, что мы с вами видели. Вот таким же образом можно перетаскивать между папками, переименовывать и делать прочее, прочее, прочее. Ну вот, что я вам планировал сообщить о закладках в браузерах. Об управлении ими удобном. Если вам было полезно, поставьте лайк этому видео. Подпишитесь. Поделитесь с друзьями. Пишите комментарии, что было интересно, а что не очень. И о чем хотелось бы еще узнать. Все вам доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!